Для каждого из нас церковные собрания на выходных являлись частью нашей жизни вплоть до пандемии. И поэтому для нас, естественно, спрашивать, когда мы сможем вернуться к нашим еженедельным церковным собраниям. Возможно, этот вопрос не дает вам покоя. На самом деле, этот же вопрос тревожил псалмопевца в 41-м псалме. В этом псалме рассматривается вопрос основания нашей духовной жизни. Давайте прочитаем этот псалом. 41-й псалом, 2-й стих. «Как лань желает к потокам воды, как желает душа моя к тебе, Божия. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливая душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий с огласом радости и словословия, празднующего сонма». Автор псалма представляет лань, которая жаждет воды в период засухи. Вы можете представить лань, которая ищет реку или оазис, чтобы утолить сильную жажду, несмотря на хищников, которые могут быть рядом. Ее жажда очень сильна. Она жаждет свежей воды. Псалмопевец представляет себя с невероятной жаждой в период засухи. Мы ощущаем, как его жажда по Богу усиливается. Он обращается к Нему, как к Богу, а затем как к Богу живому. А в конце он выражает свою надежду на встречу с Богом. Если бы ему удалось ощутить Божье присутствие, фраза «живой Бог» часто связана с прообразом Бога, живой водой. Пророк Еремия называет Бога источником живой воды. В еврейских трудах источники, которые продолжали течь даже во времена засухи, назывались живыми водами. Автор псалма жаждет постоянного свежего потока, который может удовлетворить его душу. Не забывайте, что это псалом сыновей Корея. Они были членами известной семьи левитов, музыкантов и поклонников, которые возглавляли поклонение в храме во времена Давида и Соломона. Сын Корея, который написал этот псалом, получает ответ на свои вопросы через публичное массовое поклонение в храме. Это место празднования и общения. Он чувствовал себя изолированным. Может показаться, что автор псалма жил во времена COVID-19. Этот сын Корея задает вопрос. Его вопрос — «Почему я не могу вернуться в храм, чтобы встретиться с Богом?» Он скорбит из-за обстоятельств, которые мешают ему поклоняться в храме. Люди, презирающие его веру, задают вопрос. «Где твой Бог?» Но эти вопросы не помогают ему увидеть ситуацию. Из-за того, что эти вопросы доминируют в его голове все время, он впадает в отчаяние. Слезы становятся для него пищей днем и ночью. Вместо того, чтобы обновляться живыми водами Божьего присутствия, он пьет горькие воды страданий. Вместо того, чтобы пить от источников, которые дают жизнь, он пьет горькие слезы. В его представлении все не так, как должно быть. Возможно, ваши друзья и родные ставят под сомнение вашу веру в Бога. Они делают это из-за влияния COVID-19, из-за проблем в семье или из-за вашей финансовой нужды или вашей болезни. Если Бог благ, то почему Он допустил COVID-19? Если Бог суверенен и всемогущ, то почему Он не сделает что-то? Где Он? Что мы должны ощущать в такие моменты? Во-первых, вы должны знать, что мы можем присоединиться к автору псалма в скорби, выразить свои эмоции, поскорбеть о том, что было утрачено, и задать свои вопросы. Я встретился с одним из наших пастырей в начале этого лета. Он едва сдерживал слезы, скорбя о том, что было утрачено из-за ограничений пандемии. На каком-то уровне все мы скорбим о случившемся. Мы жаждем собираться вместе и поклоняться, как мы делали это раньше. Но важно помнить, что даже посреди скорби автор псалма жаждет не общего поклонения в храме, а связи с Богом. Он хочет встретиться с Богом, он нуждается в Боге. Помните об этом. Сосредоточьте свою жажду на том, чтобы Бог двигался за пределами вашей скорби. Автор псалма заканчивает первую часть разговором с самим собой. Это 41-й псалом. Шестой стих. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Автор псалма был расстроен, встревожен и даже подавлен. Он посмотрел на свою душу и спросил себя, почему я в такой ситуации? Корень еврейского слова, переведенного как «унывать», это делать шум, реветь. «Почему моя душа ревет, словно бурные воды внутри меня?» Мартин Ллойд Джонс пишет в своей книге «Духовная депрессия». Ее причины и методы лечения. Следующее. Цитирую. «Главная проблема в вопросе духовной депрессии по сути кроется в следующем. Мы позволяем нашему я говорить вместо того, чтобы поговорить с собой. Большинство проблем в жизни связаны с тем фактом, что мы слушаем себя, вместо того, чтобы говорить с собой. Автор псалма говорит «Я, послушай, что я хочу сказать. Почему ты так подавлена?» Главное в духовной жизни — это знать, как справляться с собой, спрашивать себя и проповедовать себя. Вы должны напоминать себе о том, кто такой Бог и что Он сделал, а также, что Он обещал сделать. Вот в чем суть лечения. Конец цитаты. Отчаяние приводит к тому, что мы обращаемся против себя самих. Вместо того, чтобы прислушиваться к своим чувствам и позволить ему тянуть, мы должны взять ситуацию под контроль. Вместо того, чтобы идти на поводу чувств, мы должны провозгласить себе истину. автор псалма приказывает себе «надейся на Бога». Слово «надежда» говорит о том, чтобы терпеливо ждать того, кто больше вас. Терпение — это акт доверия Богу. Его доброте и верности надежда, по сути, это ожидание того, что Бог останется верным своему слову. В 37-м псалме псалмопевец говорит «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой». А в 129-м псалме сказано «Надеюсь на Господа, надеется душа моя. На Слово Его я уповаю». Псалмопевец напоминает себе полностью положиться на Бога. А затем он открыто говорит в псалме 41-6 «Ибо я буду еще славить Его, Спасителю моего и Бога моего. Бог мой, Спаситель. Он поможет мне, Он избавит меня от момента отчаяния». Питер Крегги пишет в своем комментарии к этому псалму, цитирую, «Когда человек отворачивается от воспоминаний и бремен разума и смело просит у Бога избавления, то делает первый шаг на пути, который в итоге приведет к восстановлению жизни в хвале, а также к психологическому и духовному здоровью». Конец цитаты. Вера в Бога успокаивает наши вопросы. Поэтому не забывайте вот о чем. Слушайте, как Божья истина движется за пределами ваших вопросов. То, что мы видим в 41-м псалме, в душе псалмопевца, мы также видим и в душе Иисуса. В Матфея 26, когда Иисус столкнулся с реальностью распятия и смерти, Он говорит, «Моя душа наполнена грустью вплоть до смерти». А через несколько часов, полностью отдавшись Богу, Он говорит, «Отче, не моя воля будет, но твоя». А еще чуть позже Он говорит толпе. Все это произошло, чтобы исполнилось написанное в пророках. А после этого Он провозглашает пророческое слово Каиапе и его совету. «Вы увидите, как Сын Человеческий сядет одесною силой и придет на облаках небесных». Иисус прошел путь от скорби к принятию ясности и пророческому слову о Его вечном правлении. Так каково же ваше и мое место в этом цикле сегодня? Псалмопевец в 41-м псалме проходит три цикла скорби. В 6-м стихе второй цикл скорби подчеркивает описание дилеммы. Буквально или образно он отказывается так далеко от храма, как только может, при этом находясь в границах земли обетованной. Он оказывается у истоков реки Иордана, на севере от Галилейского моря, на склонах горы Ермон, который поднимается на 2750 метров или 9000 футов. Он находится на северном краю Израиля. Для нас это все равно, что уйти в глухомань, в горы, где нет Wi-Fi, мобильной сети. Может ли он пережить Бога там? 7-й стих. Унывает во мне душа моя, посему я воспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Иоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Отдаление от поклонения в храме привело к тому, что он ощутил, что удалился от Бога. Но обратите внимание на перемены в сердце. Он переходит от воспоминаний поклонения, толп музыки, процессий и жертв к воспоминаниям о самом Боге. Он говорит, я помню тебя. Это серьезные перемены. Он думал, что не может поклоняться, потому что не может вернуться в храм, чтобы поклоняться с толпой. Но ответ на его отчаяние приходит с новым пониманием Божьего присутствия. У истоков реки Иордан в удаленном и изолированном месте, где он не может участвовать в храмовом поклонении, он вспоминает источник живой воды, Бога живого. В восьмом стихе он видит пушующие воды, которые срываются с горы. Он использует образ водопада, чтобы изобразить водовороты своей души. река Фрейзер, которая течет через Ванкувер к океану, также имеет водопады у своего устья в горах. Где-то месяц назад я был на водопаде Риаргард, и я размышлял над его мощью, слушая удивительный звук шумящих вод. Если бы я оказался в воде, то поток унес бы меня, да и любого другого. В восьмом стихе псалмопевис также размышляет над бушующим морем и волнами. Возможно, это было Средиземное море, которое находится рядом с горой Ермон. Вы ощущали силу волн? Вас когда-нибудь хватали подводные течения океана? Были ли вы на грани того, чтобы утонуть? Вы чувствуете себя беспомощными против силы океана? Описание бушующих вод отражает состояние души автора псалма. Ему кажется, что его бросают на волнах, что подводные потоки утягивают его. Одна бездна взывает к другой. Волны скорби шокируют его. Автор псалма жаждет тихих и спокойных вод из первого стиха, освежающих живых вод Бога живого. Может ли он встретиться с Богом в бушующей суматохе своей души? Может ли он встретиться с Богом, не контролируя свои текущие обстоятельства? Что успокоит его душу сейчас? Девятый стих дает нам ответ. днем явит Господь милость свою и ночью песнь ему у меня молитва к Богу жизни моей. Его мучают сомнения. Ему не дают покоя враги. Они говорят, что Бога нет. Он жаждет увидеть Бога, но пока не имеет доступа к привычному ритму, который давал ему утешение. но посреди моря он находит остров. Это то, за что он может держаться среди вод. Днем кто-то являет ему любовь. Кто-то приходит, чтобы спасти его. Это Господь Яхве. Он спас Израиль от египетского рабства. Он готов спасать всех своих последователей. Яхве, держащий всю вселенную в своих руках, бросает ему спасательный круг. Его протянутая рука хватается за Божию верную, посвященную, неотступную любовь. В темноте бури в нем рождается песня. Он может петь Богу живому. Он может молиться Богу своей жизни. Он пьет из живых источников второго стиха. Вместо того, чтобы днем и ночью питаться слезами, его ежедневной пищей становятся поклонения и молитва. Поклоняясь, молясь, он вспоминает Божью драгоценную любовь и заботу. Это напоминает мне о 91-м псалме. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих». Псалмопевец поклоняется в 41-м псалме, находясь вдали от храмового поклонения в Иерусалиме и переживает Бога, который не отсутствует, а присутствует с Ним везде и всегда. Он может встретиться с Богом где угодно и когда угодно. Яхве источник жизни, источник живых вод. Когда я смогу вернуться в церковь? Этот вопрос задают многие из вас, но это не тот вопрос, который должен доминировать в наших мыслях. Наш вопрос должен звучать так, Боже, «Как нам пить из Твоих живых вод сейчас? Как нам возрастать в личных отношениях с Тобой в это время?» Наши разговоры должны фокусироваться не на тех, кто мешает нам собираться. Мы не должны относиться к правительству и медикам как к соперникам. Мы не должны напитывать свои души мнениями, доминирующими в соцсетях. Мы должны сосредоточиться на Боге. Он суверенен в этом моменте и присутствуют своим духом, чтобы достигать свои цели. Он призывает нас к себе и друг к другу. Не для того, чтобы мы сидели бок о бок на служении, но чтобы мы шли вместе из этого времени к следующему и становились не слабее, а сильнее, потому что мы всюду будем видеть его лицо. Это дар такого времени. Во время ограничений, связанных с пандемией, мы можем углубиться в наших отношениях с Богом. Мы можем встретить Бога в поклонении и молитве. Мы можем делать это наедине с родными, в группах наставничества, в домашних группах. Никто не помешает нам делать это. На самом деле у нас не забрали неотъемлемых частей последователей Иисуса. Помните, если мы последователи Иисуса, Дух Святой живет в нас, как говорит Павел в 1 Коринфянам 6,19. Не знаете ли, что тела вашей суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? Мы никогда не были далеки от храмового поклонения. Почему? Потому что Дух Бога живого живет в нас. Мы можем поклоняться Богу, где бы мы ни были. Давайте вернемся к аналогии с подпоркой. Помогла ли вам ваша духовная подпорка в том, чтобы стать сильнее и здоровее за последние полгода? Стали ли вы процветать, или бурные ветры и воды пандемии снесли вашу подпорку? В последние месяцы Господь попросил меня изменить ежедневный ритм, укрепить мою подпорку. В прошлом я начинал день с поклонения, размышляя над Словом Божьим. Я позволял ему напитать мои мысли и эмоции, а потом записывал ответы и молился. Обычно, проведя время с Богом, я хорошо начинал свой день. Я надеялся, что мое утреннее время с Богом поможет мне пройти день до конца. Я часто заканчивал день чтением или просмотром новостей. В последнее время приятных новостей было крайне мало. Господь попросил меня посидеть с Ним, затем сделать паузу днем и спросить себя, кому я нужен сегодня, Господу или окружающим медиа? И закончить день молитвой и поклонением. Перед сном я слушаю песни поклонения на YouTube и Spotify или включаю сборники поклонения нашей команды. Как часто мне нужно считать количество заражений и смертей от коронавируса? Как часто мне нужно размышлять над политикой Трюда и Трампа? Словно от этого зависит мое будущее. Кроме того, меня очень ободряют друзья. Меня ободряют в группах наставничества и домашних группах. Чтобы иметь крепкую подпорку, мы должны ходить в единстве. У меня одна миссия, и Иисус ведет нас к ней. Мы все нуждаемся в плане, чтобы Бог оставался в центре всего, что мы делаем, чтобы слышать Его Слово в нашей жизни, а не слова окружающих. Помните об этом. Укрепляйте свои духовные ритмы, чтобы идти за пределы внутренних проблем. если у нас нет ежедневного ритма с Богом, то мы будем отвлекаться и удаляться. Мы будем пытаться жить за счет духовности других. Часто мы поражаемся давлению повседневной жизни. Мы плачем о том, что сдерживает нас, и не видим, что Бог на самом деле приготовил для нас сейчас. Вы когда-нибудь зацикливались на одних и тех же вопросах? Это шаблон отчаяния. В 10 стихе псалмопевец снова вспоминает свои вопросы, но в этот раз он рассматривает их с другой точки зрения. Десятый стих. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетую хожу от скорбей врага, как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день. Где Бог твой? Он начинает этот цикл жалоб со слов. Скажу Богу, заступнику моему. Независимо от того, насколько сложна ситуация или насколько далеким он может казаться, Яхве, Бог, Господь, все равно остается его скалой и основанием. Бог его убежище. Он убежище для его души, отбушующих вод. Он безопасный остров среди бурного моря. Да, он говорит о кажущемся отсутствии Бога. Он ощущает боль от насмешив своих врагов. Иногда он ощущает боль, словно поражение в костях. Вот насколько сильны эти слова на иврите. Но после этого он снова обращается к себе. 12 стих. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Он выбирает надежду на Бога, который может избавить его от волн горя. Бог есть и всегда будет источником жизни в любое время. Он всегда будет Яхве, Богом, который пришел спасти. Он всегда будет рядом. Он окружит своей любовью и верностью и поведет человека вперед. Если вы последователи Иисуса, то где вы находитесь в цикле скорбей сегодня? Жалуетесь? Меняйте фокус. Поклоняйтесь? Не забывайте, что жаловаться нормально, но наши жалобы должны приводить нас к ногам Иисуса, чтобы мы размышляли об истине Божьей и открывали наши глаза на то будущее, которое Он приготовил нам. Многие считают, что 42-й псалом связан с 41-м псалмом. В 42-м псалме псалмопевец молится следующими словами «Пошли, свет Твой и истину Твою, доведут они меня». Боже, я хочу, чтобы меня вел Твой свет и Твоя истина, а не мой свет и моя истина. Пусть каждый из нас укрепит свою подпорку, чтобы Бог был нашим светом и истиной в это время. Бог готов утолить нашу жажду, так что не забывайте об этом. Примите Божьи воды, дающие жизнь, чтобы выйти за пределы жажды. Возможно, вы не знаете, как пить из этих источников, дающих жизнь. Я советую вам книгу Гарри Томаса «Священные пути». Лично я чаще всего прихожу к Богу через поклонение и чтение Писания, молитву, время на природе. Томас добавляет к этому списку следующие вещи. Проявление любви к Богу через уединение, ощутимые дела служения, юридические инициативы. Есть и другие. Возможно, вы не последователь Иисуса. Вы знаете, что жаждете. Вы ощущаете пустоту, но не уверены в том, где найти хорошую воду. Однажды Иисус стоял на храмовой горе в Иерусалиме. Самый выдающийся религиозный лидер воскликнул в последний день национального праздника. Сколько еще, Господи! Зачем он сделал это? Он жаждал живой воды. Его крик был связан с желанием его народа о времени, когда они переживут спасение, и все народы присоединятся к ним в поклонении. В Иоанна 7 мы читаем следующие слова. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет меня, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он в духе. Иисус делает невероятное, драматическое заявление миру. Он тот, кто может утолить жажду любого. Не имеет значения, кто вы или откуда. Иисус утолит вашу жажду. Он сделает так, чтобы из вашего сердца потекли реки живой воды. Он источник жизни. Он изольет в вас свой дух. Иисус предельно ясно говорит, «Я источник потока. Я источник жизни. Приходите ко мне». Он бросает вам спасательный круг. Хотите ли вы ухватиться за него? Иисус пришел в любви. Его послал Отец. Он жил среди нас на земле и явил любовь Отца. Он был послушен вплоть до креста. Он умер на кресте в Иерусалиме. Он взял на себя ваши и мои грехи, ваши мысли, ваши дела, вашу греховную природу. Все это отделяло вас от Бога. Но Он взял все это на себя и умер вместо вас. Он заплатил цену, которую вы никогда не могли заплатить. И Он сделал это, чтобы вы могли получить прощение грехов, чтобы вы освободились от вины, чтобы ваш стыд был убран, чтобы ваши страхи были удалены, чтобы у вас были взаимоотношения с Богом, вашим Отцом, чтобы вы наполнились Его Духом, чтобы вы получили дар вечной жизни. Иисус приглашает вас прийти к Нему и пить, принять живую воду, которую Он приготовил вам, чтобы вы ожили, обновились, наполнились жаждой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok